Уже более 10 лет я занимаюсь фотографией. И в руках у меня вот дедушкин объектив, это индустарт-50. Наверное, я потомственный фотограф, дедушка передал мне это дело, как-то его принял в детство. Ну так же сложилось, что, наверное, я жил там все время, мы с дедушкой в ванной проявляли какие-то картинки в этой атмосфере. В общем, что такое композиция, я знал лет 13. Это точно вот пак. А потом были съемки, коммерческие карты, вот все быстро пошло, хорошо, уже лет 10 я активно занимаюсь коммерческой фотографией и для себя езжу и занимаюсь тревогом фотографии. За подробными фотографическими знаниями можно приходить ко мне на мастер-классы. В этом году их будет несколько. Также можно присоединиться к поездкам. Очень интересные поездки. Это фото-путешествия. Первое путешествие будет в мае. Это Италия, озеро Хомо. Очень красивые места. Тематика будет поездки в свадебная фотография. Но, конечно, мы зацепим репортажную, красивую итальянскую жизнь. Там порядка 4 дня будет всего длиться. Обращайтесь ко мне в соцсети, в контакт. Я вам отвечу подробно о ценных краях по всем. Следующей зимой будет путешествие в Индию. Сейчас мы посмотрим поподробнее, куда мы там ездим обычно и заодно фотографируем. Сегодня будет два блока. Это travel фотография и destination wedding. Это модное импортное слово. То есть свадьба загранична. Начнем. Такая сложная схема. Или не сложная схема. Как вы думаете, ну вот, с вашей точки зрения, зачем мы вообще фотографировали? Можно пару рук поднять? Запечатлеть память во времени. Здорово. Еще версии? Для удовольствия и опоры. Заработать тоже хорошо. Похвастаться. Похвастаться. Да, Ярмурка. Самый популярный журнал, когда-то был, сейчас в Индипе. И для бизнеса тоже. Для бизнеса, да. Для бизнеса. Хотя, на самом деле, честно говоря, ну, наверное, тут немножко другая практика. Все равно для бизнеса. Кто хочет заниматься бизнесом, сгорает первые пять лет. Ну, там, десять. Ну, как, ну, вот, на моем опыте. Если лучше воспринимать это с другой стороны. Сейчас я попытаюсь объяснить свою точку зрения, да, на это. Да, зачем мы фотографируем, зачем мы путешествуем. Для меня фотография – это путь осознания мира. Как-то пафосно звучит. Некий такой духовный поиск. Того мира, который мы видим или не видим, замечаем или не замечаем. Если вы обратите внимание на то, как вы обычно смотрите на вещи, можно в любой ситуации видеть либо красивое, либо некрасивое. Можно в самой плохой ситуации увидеть потрясающую картинку. То есть, там есть военные фотографы, которые видят потрясающую миссию в том, что они делают. А есть фотографы, которые снимают какие-то бытовые вещи вроде еды и находят в этом такую глубину, и столько, как это звучит, наверное, ну, православные люди, сколько это звучит там, ищут какой-то свет внутреннего, может быть, Бога, в том, что они делают. И я в последние годы пытаюсь переосознать то, что я делаю через вот эту вот сторону творчества. Зачем? Внутрь у меня есть две сферы, то есть это свадебная сфера, да, и прикладная сфера какая-то, да. В принципе, вся фотография коммерческая, она так или иначе прикладная. И трейл фотографии, это мое вдохновение, то, в чем я разбираюсь участвовать вдохновение. Зачем мы путешествуем? Вот такая схема очень простая, что я ей хочу сказать. Вот этот круг, это то, когда мы, внешняя его сторона, это то, когда мы дома. Когда мы в обычной, вот мы сейчас с вами пришли, ехали в метро, ходили на работу, это длится иногда месяцы, годы, иногда сотни лет. Я вижу людей из путешествий, очень приятно вас видеть, с кем я на горах ходил, в педестры. Ну вот, постепенно, когда, ну, я про себя буду рассказывать, я думаю, можно на любые сферы фотографии это перевести, это несложно. Когда мы живем по этому кругу, там, для меня этот круг, это свадьба, обработка, встреча, опять свадьба, обработка, встреча, то как-то постепенно, немножко, вроде бы, все хорошо, вроде там, денежка появляется, как все хорошо становится, на чего-то не хватает. И для себя я нашел такой путь, как выбиться из этого круга. Когда мы попадаем в путешествие, вот я даже, да, или там, у кого-то везем, там, пару на съемку, или сами едем в путешествие, нас как-то выбивает из этого привычного круга, и мы вот попадаем, ищем, попадаем в свой центр. Потому что, когда нам не на что опереться, нет какой-то опоры, нам, кроме как на внутреннее свое, на свой стержень, никак не опереться. А из этого стержня, вот прямо из этого самого центра, да, вот этот прекрасный, вот этот большой символизирует, буду сегодня вдохновляться. Из этого вот центра, оно самое чистое, самое творческое, красивое, самое доброе, чистое, душевное, оно и идет. Поэтому путешествие – это одно из ярких способов для того, чтобы познать себя, и из этого центра можно питаться долго, приезжать на какие-то коммерческие съемки, делать это уже с другой душой, и люди это чувствуют, и у вас никогда не будет ни проблем, ни с клиентами. И картинка будет все время жить и развиваться, какой бы прикладной фотографией вы бы не занимались. И вы сделаете искусством любую прикладную фотографию. Это постепенно. Перейдем. Да, перейдем к путешествию. Наверное, не секрет, что в любой стране, у любого народа есть горы, которые считаются святыми. Для России это Алтай, Кавказ, горы Армении. Для Греции, например, там, святая гора Афон, в Египте есть горы. Для Австралии это гора Ухуру волшебная. Когда-нибудь обязательно соберемся. Наверное, после кризиса. Там, конечно, шикарно. Есть такая гора посреди Австралии. До нее никто не доезжает, потому что до нее долго ехать, и там нечего смотреть. Просто гора посреди этого. Так же, как, например, Килиманджаро в Африке. Для Индокитая эти места, это, конечно, Гималай. Для тех, кто не знает, Гималай – это горный хребет. Протяженность его 3000 метров. Самый высокий горный хребет – это крыша мира. Самая крыша. И отношения в Индокитае к горам, они относятся к Гималаям как к живому богу. Ну, вот напрямую. Что вот такой огромный бог, он там сидит, и совершенно никого как бы и не. В общем-то, никто туда не молнил. До 16 века, на самом деле, туда никто и не попадал. Там жили только люди, которые молились, занимались какими-то тайными практиками, которые даже было страшно вообще… Те, кто туда уходил, не возвращался. Те, кто, в общем, возвращался, возвращался какой-то другой. Их как-то попадал. Ну, в общем, был такой закрытая система. Несмотря на то, что сейчас эти места доступны нам, обычным людям, туристам, мы можем взять путевку и почти без преград туда поехать. Хотя, какие-то преграды у любой горы она ставит. Вот это мой самый тяжелый кадр за последнее время. Он дался мне труднее всего. Это гора Кайласа. Это самое мистическое место на Земле, по мнению многих. Окутанное тайными, легендами. Высота ее 6666 метров приблизительно. И она имеет пирамидальную форму. Ну, ее исследовали очень давно, и никто как-то толком… В общем, окутано такое количество легенд, что больше, чем про эту гору, наверное, легенд не слагалась никогда и нигде. Кадр этот просто… Я помню, как я его делал. Это было очень… Это ночь. Представьте, ночь – одно из самых мистических мест на Земле. Ну, там минус 15, абсолютно темно. И выходишь, и выходишь ты из своего палатки. Там у нас был такой вроде кирпичных домиков холоднющих. Там все. Просыпаешься в инии, специально ставишь будильник ночью, чтобы пойти снять звездное небо. Выходишь, идешь, волосы… Ну, там просто те, кто там был в Гималаях, там вообще ночью они из дома не выходят. То есть там, например, ребята рассказывали, я говорю, я захожу в какой-то тибетский дом и спотыкаюсь в порог, который мне по колено. Ну, в древних русских домах такое тоже было не раз. Зачем это сделано? Я говорю, ребята, зачем вам, собственно, этот порог, да? А у нас ночью, говорят, какие-то вот мы в бреду, убегаем, спотыкаемся и просыпаемся. Так, если порога нет, можно убежать в горы и не вернуться. Вот, в общем, такой вот первый кадр. Для меня он значимый и, ну, правда, очень красивый. Какой-то силы имеет. Левый задний план, да, из края у нас там был? Да, вот он, днем. Это место, конечно, очень интересное. Пирамида, она окружена такими же пирамидами с четырех сторон. Есть версии всяких мистиков типа Мулдашева там и так далее, которые там какая-то Шамбала, релик ее исследовал, там Гитлерк не ездил. В общем, место такое интересное. На ее пик никогда никто не заходил. Кто-то заходил, но там какие-то были случаи неприятные смертью заканчивающиеся. В общем, паломники ходят вокруг нее по кругу. Это называется в тибетской традиции кора. Входя круг, они это как молитвенная форма. Как у нас, там, у нас бывает вокруг часовина ходит, но в нашей традиции это так не свойственно. Совершенно интересно. Они всегда цепят фотографии на iPhone. Спасибо Apple. Я всегда беру с тобой. Представьте iPhone, потому что в горах, если честно, иногда не достать... Просто, ну, когда ты идешь в космосе, грубо говоря, когда ты переставляешь ноги еле-еле, то просто не достать... Ну, никак не достать фотоаппарат. Там уже вообще кислорода нет. Вода замерзает, пока пьешь. Вот здесь, ну, там, эээ... Вот, и ты такой айфончик достаешь, фиг, снял. Потом все, в Инстаграм выложил, как звезда. В журнал можно отправить. Сейчас вообще нет проблем. Покупайте iPhone. Это лучше надо сделать. Я даже специально взял много картинок с iPhone, это потому что нам предоставили такую возможность сами встретить. А вот тут, цены... Есть легенда о том, что есть сеть пирамид на земле, а есть сеть каких-то мест силы, да, которые связаны. Вот это Stonehenge в Англии тоже фотка на iPhone. До него отказался 6666 километров. У меня просто так получилось. Я совершенно случайно... Сначала у меня была свадебная съемка в Британии, а потом мы полетели в Тибет. Ну, как-то так вот получилось. Я решил, почему не показать, раз по легенде. Интересная тема. Мы подъезжали, а там такие стояли мистические. Кто знает клипы Пинк-Флойда, в общем, там идеальный был такой... В общем, и они на нас смотрят. Никого нет, потому что дождь. Ну, то есть, прям мистика полная. Абсолютно. В общем, в таких местах, как Ямалайя, я часто находил какие-то странные... То есть, приезжаешь домой, потом находишь какие-то странные искажения. Они такие в картинках. То есть, я, бывает, снимая свадьбу, мы снимаем там... А я там с командой там 18 тысяч кадров за свадьбу. Никаких технических браков нет. А приезжаешь с каких-нибудь Гималаях или с какого-нибудь даже русского монастыря, и что-то вот там, правда, есть какая-то сила, которая на фотоаппарат влияет. То есть, вот, например, вот дальше в Индии какое-то странное смещение, как будто я им нарисовал прямо. То есть, у меня же брови здесь, вот этот кадр, совершенно, да, обычный. А до этого дело было как? Ну, вот, хотите верить, хотите, нет. А... Нет, бабушка говорит, типа, ну, типа, сынок, дай руби. Я говорю, бабуль, слушайте... Нет, нет. Хотя я собрал, мне прям несколько руби в кармане. На английском говорили? На английском, да. Ну, в Индии... А это Индия, сейчас теперь мы вернемся. Там, все говорят на английском, это очень удобно. А иногда просто на санскрите. Санскрит и русский язык... Спасибо, хороший вопрос. Санскрит и русский язык... Вообще, я заметил, что есть очень много общего. Санскрит это древний язык Индии. То есть, там есть такие слова, как двор, да? То есть, там двор это ворота. Ну, то есть, там у нас двор это двор. Ну, и иногда слушаешь на север индусов, и они такие, типа, пойдем, говорит, во двор. Ну, наверное, что-то общее где-то там в племенах было, и что-то смешалось. В общем, все мои братья... Индия и Россия, они вообще побратимы. Как говорят, Индия и Руссия, пхай-пхай. Это такая старая поговорка, просто находишь много общего. Одно из тех, что мы не в стандартном единым живем, да, мы живем какими-то душевными ценностями. А Индия жила так много тысяч лет, а мы, по-моему, начали только вспоминать, что можно жить от сердца, а не от чисто экономики, да, потому что на самом деле от сердца жить интересно. Вот. Так вот, в чем история-то, она мне говорит, дай мне несколько, и грибоволь, не дам. Мне такая мне хлопка, и мне фотоаппарат заела. Ну, ладно. Потом, жарко, что-то случилось, отдел. Пошел, прохожу три метра, ко мне подбегает обезьяна, а встаскивает с меня очки. Ну, это очень смешно. Это вообще нереально. Забирается на дом. Ко мне подходит какой-то другой индус и говорит, типа, ты, если ей сейчас бананов не купишь, она тебе очки не отдаст. Вот. Я купил бананы, тут же у этого индусы, естественно. То есть там, что вы сидите, никакой мистики, на самом деле. Разлож. Да. Тренированный обезьян, абсолютно реально. Но, как бы, как-то это у меня сложилось с тем, что, в общем, все эти рубрии, которые я бы не потратил на бананы, ну, думаю, ладно, скинули, и бананы, она их сидит, ест, а очки не отдает, это на крыше происходит. Таки, блин, а что делать, гей? И тут только, когда покупаешь молоко. Я говорю, слушай, молоко стоит там 400 рублей, на наши деньги, у нас фигураль. Вот. Только это молоко пьет, если молоко не купишь, не отдаст. В общем, купил я это молоко, о том, что, в общем, скупой платит дважды, жадничек не надо. Бабуиска меня так запустила. Ну, вернемся к Тибет, прекрасный. Вот, наверное, все видели на фотографиях из этих мест. Привет, заходите, проходите. Классная борода. Спасибо. У меня тоже. Бородатый чай, подарок. Так. Ну, мужик из бороды. В общем, это называется молитвенные класки, лунгты, лунгты, или кони ветра. Это такая, у них такая защитная функция, их можно увидеть в Тибете. Можно, кстати, у нас посмотреть в Петербургском дацане буддийском, то, что они там вешаются. Их вешают для удачи, для того, чтобы для мира во всем мире. В общем, такое благожелательное деятельство, защитно-благожелательно. В Тибете все места важные, там, перевала, пересечения, они отмечены такими флажками, и сразу можно понять, это либо место сил, либо какой-то, сейчас что-то будет очень тяжело. Вот, это перевод в 5300 метров, съемка днем. Дерпеть не могу снимать 2 часа дня, но мы уж так-то пересекаем. Ой, Далай-Лама, привет! Это духовный вид для Тибета. Вот, тут моя картинка. есть такой монастырь в Тибете, это Шелун-По. Это монастырь Панчин-Ламы, так скучные буддийские термины. В общем, есть Далай-Лама, и из Панчин-Лама они оба духовные правители были. Тибета раньше. До завоевания. До завоевания, да. Панчин-Лама сейчас молодой мальчик, он захвачен китайцами, и является самым молодым политическим заключенным вообще в истории, по-моему, ближайших встали. Его держат в тюрьме, потому что и китайцы пытаются поставить своего, своего Кун-Чин-Ламу. Историю Тибета вкратце расскажу. Тибет был таким замкнутым государством много сотен лет, если не тысяч, потому что это реальная история, ну, я не знаю, я, слава богу, не встречал тех святых, которые могут мне рассказать. Вот. И накапливали они какие-то знания, молитвы и так далее. Потом, ну, они были немножко даже жестоки в чем-то, потому что всех, кто пытался к ним проникнуть, там, из Индии, со всех сторон, они, конечно, жестоко убивали. Типа, границы надо держать. Вот. И, ну, 50 лет назад, где-то чуть больше, 60 лет назад, в 50-м году, китайцы вторглись в Тибет. И, ну, достаточно жестоко захватили его, там было очень много убийства. Далай-лама бежал в Индию, через все эти Гималайи, которые мы сейчас посмотрим. В общем, мы пройдем по пути Далай-Ламы и по пути реки. Вот сам Далай-Лама. Конечно, ощущения, ощущения от Далай-Ламы абсолютно невероятные. А как ты на прием не попадаешь? Я на прием не попадал, даже с фотографией не мая. Вот. Все остальные мои фотографии в единстве не мая фотография, потому что, когда ты попадаешь к нему на прием, я попадал, совершенно спокойно можно попасть, записывайтесь, попадаете, никакой вообще проблем в этом нет. То есть, ты там, или проходит, типа, его лекции, совершенно спокойно записывайтесь, проходите, попадаете. Только что все фотоаппараты, камеры и так далее вы издаете, даже если вы литер-герк, которые там, кстати, к нему часто ездят. Поэтому такая картинка доступна только очень. Надо иметь, наверное, монашеское посвящение, в общем, и так далее. Ну, удивительный человек, мы как-то, мы с группой ездим, и как-то мы сидели с ним. Так получилось, что мы в его резиденции, мы там останавливаемся на два дня в туре, мы провели два дня на его учениях, так сидели в десяти метрах от него буквально, ну, светлое ощущение, ничего не могу сказать, но опыт интересный, очень позитивный человек, в любой ситуации находит место для шутки и так далее. Озера Тибета, озера в Тибете также считаются святыми, как и горы, они имеют разные духовные предназначения, есть мертвые озера, есть живые озера, есть которые очищают в общем мистическую историю всех, уважают там их и почитают, но, конечно, вообще, Гималайя, конечно, это прежде всего самый, для фотографа, это потрясающе красивый мир. Ты приезжаешь и ты вот видишь такой простор, который у тебя внутри в сердце остается навсегда, потому что ну, такое вот небо я, кроме как вот в этой царстве снегов нигде не видел. В Гималайе, кстати, переводится санскритом как обитик снегов и, конечно, удивительное место. Вот следующее, это озеро Намцо, самое высокое соленое озеро в мире. Просто какие-то визуальные потрясающие ощущения они, я не знаю, чем их сравнить бумажку и написать. Тибетность является, как китайцы, сейчас там 70 на 30 китайцы и 30-40 процентов тибетцев. Тибетцы в таком угнетенном положении, это политическая ситуация, к сожалению, так сложилось, они подвержены репрессиям, китайцы живут хорошо и процветающие. Но это не хорошо не плохо, и там и там прекрасные люди, у меня в общем есть там, я подружился там, на время своих путешествиям и с теми и с теми, и они с другом сами дружат. А про политику, как и мы, говорим, что типа, ну что-то там происходит, ну ай. Ну, типа там. Ну, конечно, странно, что, например, встречаешь человека в одном монастыре, монаха, которому лет в 50-м, он говорит, я никогда не был в другой части Тибета, мне нельзя, у меня карточка, что я не могу проехать. Вот такая вот ситуация, история. Ну, бывает. А вот тибетцы, они такие, китайцы, они такие вот чуть похитрее, такие они, такие они, классные. Вообще, конечно, когда вы едите в путешествие, снимайте лица, потому что это картинка, которая, конечно, всегда интересная. Полиция, лица, это, конечно, глаза, зеркало души, и, ну, полиция, можно потом понять вообще всю страну. а тибетка, она такая, чувствуете, более светлая, но в жизни более тяжелая. Такая она прям вот, ну, и про бабу, что напоминает, она у меня в Ленинграде блокадном рожала детей. Ну, зубы, конечно, такие тяжелые, но, когда рядом с тибетцами стоишь, смотри, что они там вот раз в год и так далее, ну, ну, хорошие люди. Как-то раз ты таким, то есть, могут всегда помочь. Сами будут голодные, отдадут еду. То есть, такого вот. В общем, как в России. Вот, и Азия чем-то, ну, похожа. Вот так же у нас чуть сядешь, тебе помогут. Классно, любят. А я как-то раз все-таки в горах плохо было, и мне такая, приносит тибетка, говорит, такой обглоданный кусок мяса, ну, немножко замшелый, говорит, но, напал на кости прямо. Я такой, да, пришел не ехать. Вот. Да, был там опыт и галериал. В общем, прекрасная, наверное, многие слышали, кто-нибудь слышал индийскую реку Ган. О, классно, да? Но мало кто слышал о том, что она, ну, наверное, кто-то и слышал, что она начинается втелеть. Она начинается над самой горы Кайлас. истоки, да. И называется она там Брахма Путра. В общем, святое название, и она так, через горы на пленку снимал, не на айфон, на пленку ролик, такой красивый. На экране трудно, на пленку, конечно, глубже, тоньше, интереснее. Снимайте на пленку, я вообще всем всегда говорю, тем, кто учится, начинайте на пленку, потому что вы думаете, вы делаете композиции, кадры, проявляете, и вы никогда не будете делать дурацкие кадры лишний раз. И это хорошая школа, вы снимаете год на пленку, вы через три года профессиональный фотограф, через пять лет все, у вас вон происходит. Ну, вот такими ручьями она стекает, эта река, через Непал, а мы позже вернемся к этой реке, как бы пойдем вместе, вот с ней пойдем, вниз. Чуть ниже Тибета находится такое, самое высокогорное государство в мире, это Непал. Непал, это, конечно, потрясающее место, оно заслуживает отдельной экспедиции, очень, тоже, в чем-то и таинственная, но чуть более открытая, чем. Там как-то все проще. Вот это их национальные шапки, очень красивые шапки, можно привезти с собой такие шапки, наряды там интересные. В Непале, к сожалению, год назад было жесточайшее землетрясение, и многие картинки, которые вы сейчас увидите, сейчас там не так. Мне удалось заснять некоторые святыни, которые сейчас частично разрушены. Я очень люблю непальцев и думаю, что они быстро восстановят, но, конечно, это были картинки. Рисовые поля, богиня. Вот этот храм деревянный, он частично разрушен, к сожалению. А ему было несколько тысяч лет, и он там сохранялся красиво. Есть там такая богиня, я ее даже фотографировать не стал, сфотографировал вот эту девочку классную. богиня, в общем, живая богиня, в целом ситуации. Вообще, конечно, когда русский человек попадает в Азию, хочется перекреститься. Часто. Хотя, не стоит, все хорошо. Просто по-другому. Есть девочка, которую выбирают, она живая, и она живая богиня. В общем, ее держат в какой-то клетке практически, царских там. она раз в день выходит там на балкон и машет всем рукам. Но в глазах такие несчастные и несчастные. Он это совершенно обычный непальский ребенок. Дай бог, чтобы она была еще жива после землетрясения, потому что, конечно, львиная часть, к сожалению, погибла людей. Прекрасный ребенок, совершенно живой. Вообще, вот в Индии, в Азии дети, они такие чистые. У них ничего нет. Никаких айфонов. Прости. Прости, я богу. Но, конечно, они хотели бы его получить, поэтому можно послать в коммунитарную помощь. Хотя лучше, наверное, еду. Они чистые, с такими глазами, ну, в общем, в русской деревне такие же ребята. Но мы что-то вот как-то такой свет в глазах в городе постепенно теряем. У них он как-то вот он есть. И это очень здорово. Они такие какие-то непосредственные как эти стаканы. А шокирующий кадры что я никому не показывал. Даже вообще, даже маме. В общем, вообще, и ко мне. Шокирующий в нем в том, что... Кремация, да? Да, Кремация. Ну, вот мы сейчас с этим столкнулись. Плабонервные, может, не смотреть, не слушать, не слушать, но так уж там повелось, что вот Кремация такой обряд духовный. На него приходит семья и смотрят, как это происходит. Ну, для нас это как-то дико. Но, в общем, для мужчин я, наверное, советую, если поедете, сходить, постоять, посмотреть, в общем, чего ты переосознаешь, какие-то вещи начинаешь ценить больше. Там, где жизнь, там и смерть. Дровами закладывают или прям так? Да, дровами закладывают. Дрова вообще резкость то есть там целый бизнес насчет этого. Ну, ладно, это детали. Сейчас мы паронессор помнимся, там попадал. Это вот тоже сейчас частично разрушено, это столица Катманду и главная ступа буддийская. У буддистов принято духовной традицией ходить вокруг ступы, ступа вот этого возвышения. Ну, что-то вроде как это часть одна из молитвенных форм там из простирания, подношения. Ну, в общем, это одна из молитвенных форм такой обход. С глазами или его лица? Да, ну, глаза такие, она оживает. А вам это два следующего? Напоминает всего одно. То есть все понятно, что мы все придем к одному и тому же году. Надо это понять. Ну, где разу стоп-релис? Вот. Постепенно мы с вами спускаемся вместе с этой рекой вниз, которая Брахмакудра, потом Ганг, и Далай-Лама, бедный, все эти горы, тренировок. На самом деле, представить сложно, там львиное расстояние, и он, когда там бежал, и релик там переходил, ну, я не знаю, какими человеческими усилиями, там, семитысячники на так, минус, 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 кто в горы ходит, знаешь, что там каждый семидесячник, это там месяц подготовки, просто, хотя, конечно, когда местные жители идут, бываешь, идешь такой весь в гиперовке, у тебя там гортекс классный, а рядом какой-то местный в чешках бежит, такой, минус 20 в повязке такой, и такой, типа, ты че стоишь-то? Думаешь, вот дела, типа, у меня даже мурашки пошли от него, полно, сопереживаю, себя чувствую, говорю, че стоишь, я тебя спрашиваю, типа, мол, слушай, а сколько до лагеря осталось? Он говорит, да слушай, 15 минут бежать, он уже день идешь, уже все, ночью, думаешь, господи, где лагерь-то? Ну, там засоб 5 дней осталось, ну, это как у нас, в лесу дедушку встретишь, и он такой, типа, ну, очень красивая история о том, как снега постепенно переходит в зелень, это, конечно, по-моему, любой фотограф на этом месте, наверное, ну, вообще, не кажется, любой человек залит, если будет так смотреть, длиннофокусным объективом, конечно, прайк, там, пусть сниматься, ну, вообще красиво, здесь уже тепло, а там холодно, вот, и такие красоты, да, очень красиво, а, так постепенно спускаемся ниже, о, кстати, да, в Индии, России, что интересно, я, когда, бывали в Север-Индии, а потом возвращаюсь, и еду там, к бабушке на Псков, смотрю, думаю, что-то знакомая резьба, и реально, такая же резьба, вот, древняя, видимо, в племинатном пересекались, вот, в придворе Гималайев, там есть такие, знаете, рерихов, слышали? У вас на все списки. Там есть такие рериховские места, он там прожил ильиную часть жизни, в общем, основал, основал целый институт Сарусвати, исследовал, там, космический процесс, рисовал, вот, в отношении вообще, вот, познания Гималайев, рерих наш, внес, огромную лепку, мы бы ничего, мир бы ничего не узнал, половина того, что он, как исследователь, и как, ну, как художник, это, конечно, вообще, я им очень вдохновляю, вот такие там места в районе, мы постепенно спускаемся ниже, это кажется, что не ниже, но это ниже. А вот на джипе, вот сейчас, это, ну, вот этот процесс на машинах, все это происходит? Процесс вообще нигдеальный, я немножко перескакиваю в разные путешествия, ну, то есть, как бы, надо на самолетах кидать, ну, или нечеловеческим образом 20 лет совершать экспедицию, на самом деле, туристы забалованы, то есть, ты идешь в горы, рядом с тобой идет портер, хромая бабушка, которая несет, или там, хрономой, тибетец, который несет твой тяжелый рюкзак, а ты идешь такой, с одним айфоном, все классно, да, себя снимаешь, его, как он парится, мне всегда так нравится, ему за этот этот, ты даешь ему 300 долларов, там, чаевых, потом, он такой, там, в Африке так было, помнишь, типа, даешь 300 долларов в чаевых, и, как бы, а он отдает какому-то главному, главному там, вот, там получает 15, и такой, человек с тобой, на 6 тысяч не успеху, ну, прикольно, ну, не знаю, ну, в общем, жалко их бывает, вот, ну, постепенно, просто, наоборот, шамка лежит, а, это, продолжается та река, а, мы, конечно, там, вообще, туристов, в Азии очень любят, приезжайте, особенно блондинок, вот, там, вообще, вот, там есть блондинки, приезжайте, вас там просто, только без мужчин, не надо ехать, слишком много внимания, могут богини развести, и так далее, так же, в общем, короче, да, этот красивый мальчик, он там, странная картинка моя, а дети играют в футбол, то есть, там, как-то совершенно, не действуют законы, страха, и этого, ну, вообще, помню, ни о чем уже, вот, тибетцы, они такие по суровью, а мы спускаемся внизу, становится теплей, и они становятся какие-то более открытые, легкие, очень классно, постоянно, стиль мальчик, там, не футбол, там, играют, на самом деле, то есть, я тут снимал, но, который меня впечатлил, это он сейчас, вид будет, то есть, вот, он на краю стоит, а там, реально, вообще, пропасть, такая вот, да, это, вид из окна, резиденция Далай-Ламы, вот, так он там живет, в секрет, кислороде, уют, хороших местах, достаточно доступные, для туристов, смотрел в Гаш, там, сказал, в Салан, прям, там, комфортный отдых, север Индии, в общем, живи, не скучай, спускаемся, вот, Ланганг, это, предворье Гималайя, он спускается с, гор, это первый город, который стоит на Ганге, высоко, да, это Ришикеш, кто-нибудь слышал, в общем, это город, мистический, попсово-мистический город, йогов, там, жили, прославился он тем, что в Европе и в Америке, тем, что, и в России, тем, что там какое-то время тусовались в Битлз, и у них там был какой-то учитель, но очень красивые закаты, я заявил, что буду рассказывать про световую слость, вы будете классным фотографом, вы будете стоять на рассветах и на закатах, а днем куда-нибудь прятаться, я от клиентов прячусь, там свадьба, я куда-нибудь там начинаю убегать, лучше, рассветы и закаты, очень тонкий свет, картинка объемная, ну, днем этот кадр, он не имел бы никакой был вообще, ну, много такой кадров, следующий город, это Хари-2, ворота, Хари, цветы и ворота, переводится, с индейского, следующий город, это город, где Ганг впадает в равнин, вот, паломники, очень душевные, ну, в общем, типичная русская бабушка, мужская приехала, классно, с города, с города, а вот это для нас уже более шокирующее, это праздник, 15 тысяч там людей, в радиусе там нескольких километров, собираются в 5 утра, чтобы окунуться, в общем, к решению, окунуться в ледяную воду, совершенно, да, набирают тоже воду, как у нас, только массово, ну, очень, картинка потрясающая, просто стоишь такой, очень красиво утром, ночью красиво вечером, вечером так вечереет, становится красиво, вечером прям такой, потом, очень красивый, вот, огонь, огонь в Индии, к нему относится с уважением, гораздо больше, ну, даже немножко пугает, поначалу, то есть огня, прям, ну, его прям много, то есть он в обрядах, он в карте, ну, ты просто, ты как-то все время вокруг тебя огонь, ну, 4, если ты фотограф, ты ездишь по местам красивым, где есть паломники, и так далее, конечно, как фотограф, мне всегда интересно там, где есть люди, то есть, горы без людей, ну, они как-то у меня, не так интересно, я вот, например, ходили мы на Килиманджаро, идешь, и там местных людей, по пути мало встречаешь, одни туристы, ну, правда так, поэтому я пытаюсь найти для таких творческих поездок, вдохновляющих места, более или менее нетронутые, огонь, это огонь, вот, мы попадаем в город Варанаси, а это город, не только, ну, его многие слышали, это город-хладбище в Индии, там кремируют людей уже это, очень много тысяч лет, но кроме этого, это еще и мировая столица, индийская столица, шелка, например, там идет потрясающие ткани, там куча художников живет, просто потрясающий бурлящий город, там куча у меня знакомых и друзей осталась, и к ним живет, в общем, там живут европейцы, то есть это не только то, что мы знаем, как город, где происходят кремации, хотя, конечно, духовная часть этого города очень такая древняя, считается, что он, как и Кайлас, это некое такое ворота, какие-то другие меры, и, ну, я не знаю, что-то такое там, наверное, есть, ну, по крайней мере, как-то в картинках это чувствуется. На утром все, так же, как мы видели в коридоре, выходят поклониться солнцу, а в Индии солнце, это, ну, тоже как проявление божественного, они благодарят его, от всего сердца утром, за то, что проснулись, напитываются этой, его силой, и, как бы, весь день солнцем внутри живут. Ну, тут живой отражатель вода, на самом деле, почти не фотошопил этот кадр, а это отражается от воды рассвет, это просто, как будто мне команда ассистентов посвечивала, повторить сложно. Очень красивая история, то есть там все на берегу, прям, что-то там, медитируют, делать какие-то свои там практики, а вечером происходит такая арти, служба, такая яркая, красивая, в общем, ну, интересно, можно, мы с туристами ездим на лодочке, и с лодочки смотрим, чтобы не писываться в этот, прям, среди этих косров всех, нет, коровы, коровы в Индии считаются священными, они ходят по улицам, совершенно спокойно, их все уважают, ты сидишь там, в какой-то момент привыкаешь, идешь, такой тип, о, коровы, ну, так от него уворачиваешься, едет погладишься, и так, ну, как-то их все любят, ценят и уважают, не считаются святыми, оно тоже появление божества, хотя молоко индусы пьют, и, в общем, дают коров, только не те, которые на улице сходят, они там, специально, ну, то есть, совершенно нормально, вот на севере Индии, держат нормальный, но они тощие, которые с нами, вообще, на корюшку хочется, посмотреть, да, ужас, ну, вот, зато святые, а, ребята, из Индии, выйти сейчас вообще подъем экономики, в кадрах сделают шесть назад, там развивают школы, там прям строятся дороги, там вот такой вот взлет, в плане такого, не знаю, для нас это плохо, потому что, езжайте скорее, снимайте, потому что культура, так же, как с Тибетом, культура постепенно вымирает, да, а если в Тибете, она заменяется, там, китайцы строят, как-то, типа, чтобы туристы, но, то вот, прочувствовать, то аутентичность, лучше сгонять в ближайшие лет 10, потому что потом будем тут возрождать. Красивые такие вот, видосы бывают, просто такие, ох, ну, ой, люблю мужчин. Бородой. Ну, я на трону, толстый. Индийская такая практика, совершенно мощная, рядом стоишь с этим мужчиной, понимаешь, что прям, не знаю, со спортминами рядом встанешь, от них такая электричество, тут еще что-то помощнее. Он перегладывает 108 камней, а ходит так в гору, и вот он начинает в одной части Индии, заканчивает в другой. Это, конечно, это немыслимые усилия, они там все какие-то протертые. Кто делал простирание, там, Йоргий или Увенев, ты занимался там, ну, можно сделать там, пиксел отрас, они делают это там, три месяца. В Индии вообще, там такая штука модная, ты, там, они накапливают силы, какие-то духовные вроде бы, ну, я не знаю, а там, ну, я понюхаю, руку вверх и не опускаю ее, пока там ногти не прорастут, через руку там, ну, такая вот форма служения Богу. А, золотой храм в городе Амлицар, потрясающе, тут, на самом деле, кадр этот, не супермощный, я хотел показать, вот этот кадр, просто какая-то вода золотая, она реально такого цвета, тут просто красивая вода. Вот, это юга Индии, про юг Индии мы как-нибудь потом еще с вами встретимся, там, в фильме в картинках, вот, плавно, перейдем дальше в Азию, это, Бирма, это, следующая страна в Азии, очень красивая страна, фишка там в том, что, многие годы, она была закрыта, был военный режим, и, из-за этого военного режима, там не было мобильной связи, кампфюзеров, электричества, вообще ничего не было, то есть, вот пять лет назад мы ездили, и, была такая реальная история о том, что, ты приезжаешь, берешь свой айфон, и постоянно в него что-то тыкаешь, тыкаешь, а там ничего нет, и ни у кого ничего нет, просто, это очень интересное впечатление, само по себе, какой-то такой был опыт, жизнь без айфона, недели, а что там связи нет вообще? нет, вообще нету мобильной связи, есть только спутник, и можно купить у военных за тысячу долларов в день, тысячу долларов в день, какая-то там такая штука, вот огромная штука с собой носишь, в горы там, в горы, в общем, но отдых, конечно, потрясающий, но, летнее назад мы были, еще поедем, но постепенно, там начинает глобализация, и все портится, потому что, там первый банкомат, и так интересно, не успел сфоткать, был без айфона, а там фоткались местные с банкоматом, такие, о, банкомат, медицин, да, проходишь дальше, они фоткаются со светофором, он, они не знают, как им пользоваться, но, совершенно, ну, постоянно, как бы, в общем, или там, и за две недели до меня была Бама, господи, в вопросе, не знаю, нормально, в общем, и привез кока-колу, говорят, в общем, да, ну, конечно, вообще, места, я все время это повторяю в течение лекции, что фотография, это путь осознания мира, да, мы эту идею пытаемся пронести, и вот, как-то чище и интереснее получается, чем дальше от большого города, тем там, тревел фотографии, это вот важно, уезжать от больших городов, и чего-то там такое поискать в людях, и в себе, и тогда, когда в себе найдешь, тебе откроется, да, если кто много фотографирует, я у вас свадьбу фотографирую, у меня бывает, стоит жених с невестой, и тут какой-то орел в кадр улетел, не знаю, это как, откуда он там улетел, кто его послал, ну, как-то вот, в общем, ищите, ищите, не найдете, вот, классная девочка, совершенно аутентичная, чистая, и меня не боится, я не боюсь, она, ну, я боюсь от этого водного, ну, она нет, я не поймаю, ну, не боится, и такая, я ее поснимал, а потом она ее повела, такая, ну, ее размер, ну, с быка, не знаю, может, ее рос с быка, вот, нерванцы вообще, в отличие, там такая интересная тема, в Индии, с тебя конфеты стащат, штаны стащат, ты идешь, и на тебе на ноге, прямо ребенок болтает, и ты постепенно к этому привыкаешь, и такой, ну, типа, привет, они иногда меняются, меняются, ты их периодически конфеты не кормишь, когда надоедает кормить, вот эта бабушка появляется, и тебя обезьяну на тебя направляют, привыкаешь так, постепенно, ну, да, что-то, ну, я вожу с собой конфеты, еду, и все время раздаю, это нормально, там все так живут, значит, не пройти, или можно взять с собой индуса, у них там кастовая система, если индус другой каст, к нему никто не подходит, у них было поверие, что если прикоснуться там рукой к ноге, если прикоснуться там к белому человеку, то улучшится его судьба, ну, такое вот поверие, и поэтому они часто пытаются это сделать, ну, это у нас кетически, в фильме такого нет, ты даешь ребенку конфеты, то он ее как-то культурно берет, и несет такой маме, подает маме, мама смотрит, и отдает ему, это, ну, это очень интересно, вот, это вот Будды, они уже другие, как в Тибете, но, там немножко другая ветка буддизма, но, вот, делают они из такого такого паянса, это, в отличие от Тибета, в Мьянме, в это Бирма, и с девочки-монахи, это вообще девочки вам понравится, если вы идете в монастырь, то, и проводите там всю свою жизнь, мой тарелку там, слушайте как-то, то в следующей жизни, по их версии, вы родитесь мальчиком, и тогда будете опять всю жизнь монахом, и может быть, вы достигнете тех целей, которые они там перед собой ставят, ну, духовных там, в обуверность, вот, вот, вот такая вот, это интересно, но они вот ходят такие постриженные, серьезные женщины, такие, боятся, на айфон, вот, а девочки мажут, ну, вообще, девочки там не уходят в монастырь, им уходят такие красивые, мне очень импонируют германки, их там, любят все их поснимать, это на ее щеках, Танако, делают такой крем солнцезащитный, он и национальный, ну, помните у нас, я понял, что вы помните, какие все эти русские девчонки, румяна, румяна делали, да, они делали тип того, на самом деле, у них еще есть функция солнцезащитная, они разлаживают кожу, девчонки как, свеклой делали, да, то есть, это маска тоже такая, да, ну, в общем, оказывается, я потом просто долго-долго расспрашивал, оказалось, что это просто для здоровья, не только национальный костюм такой, вот такие берманки, это просто композиция для художников идеальна, кот, тыква, тапочки, оранжевая, рыбка, такое ощущение, что я ее час выставлял, такая идеальна, на турбом, да, пальчики, кстати, очень интересно, они все ходят босиком, все здоровые, поэтому, в общем, короче, девчонки иногда туфли снимать, будете жить долго сейчас там, у них прям, они такие, у них даже как-то пальцы по-другому раздвигаются, у нас они так, зажатся у нас, ходите босиком, сегодня нормально, иногда эти водные, да, это опять же, это, это называется водный бунгл, да? да, водный бунгл, они там иногда такие просто, почему водные, они там иногда такие, выложив, лежат, ну, в общем, короче, прикольно, это, а, каждый второй мальчик, миянами, уходит, уходит в монастырь, и, совсем этому не печалится, но, представляете, у вас бы брата, я не знаю, там, забрали бы в детстве монастырь, для нас, например, как будущему отцу, мне, например, не очень понятно, как так, возьмут у меня, у меня будет у вас виновение, одного заберут в монастырь, я не хочу, а там, это вообще, ну, нормально, вот так встроено, один работает на семью, мужчина, один уходит в монастырь, и он, как бы они абсолютно счастливы, это настолько нормально, нам непонятно или нормально, вот так же такая классная, и теперь у меня нет отелей во многих местах, и ты спишь в монастырях, то есть ты спишь прямо на полу, в монастырях, утром тебя будет в 5 утра, они начинают молитвы, соответственно, выбегаешь их снимать, в них распишь вообще точно, рядом с тобой начинаются, они такие классные, собачки таким, в общем, счастливые дети такие, а зимой там нету, зимой там нету, там вообще четыре раза урожай снимают, это, по-моему, надо переезжать, там всем туда вообще дефтерат, денег не надо зарабатывать, просто идешь в поле, работаешь в тарахту, и приходишь, просто надо, ну на самом деле, что-то в этом есть, а это вот у них такой осознанный, а монастыря все учат делать осознанно, как бы мне вкратце объясняли ребята, на неанглийском, я их почему-то понял, это я не фил, какой короче был поле, так что вот странно, они мне говорят, вот типа буду, мы молим, так же как и молимся, для нас мыть посуду, так же как молиться, ну такая вот история, они вообще не употребляют лукрость? а я не употреблял такой, а я не имею, да нет, там не алкоголь, там вообще все хорошо, хорошая страна, вообще прям, еще чистая, скоро будут, а она лицемка свечет? с этого штанака, это этот крем, ну он национальная одежда такая, символы и сонгозащитные детки там бегают, это детский дом, всегда душесчипательный, но там они какие-то счастливые, такие прям, ну нормально, они сначала маленькие, еще все вместе там бегают, а там рядом монасты, все замечено, там не в таком, как у нас в монастыре, это где-то так, 300 км от города, и люди туда, ну там не то, что тут они бегут, туда просто, ну там они существуют, а то же такие огромные помни, там была такая в Непале, золотая пагода, тоже такая огромная, золотая пагода, в общем, золото на голубом, вот красиво, это Телеманджаро проходили, ах, с отвечками, да, пожалуйста, ну такой очень глубокий кадр, о том, даже, если зажечь одну свечу, можно передать такую дачу, ну в общем, на свадьбах, так вот часто делать, на свадьбе, а руки в маске, да, руки в маске, да, это да, мы перепрыгнем в Африку, тоже такой красивый горы, опять, а мне что это говорит? глибет луна, полнолуния, да? да, она в длинной выдержке, красиво, а не, потому что полнолуния, вот этот закат, он, кстати, 5000 метров, такой, а, рассвет, рассвет, очень красивый, руки африканские, Африка, конечно, можно делать отдельную встречу по Африке, я так пару кадров покажу, что вот, типа, был, этот кадр на айфон, я называл убийство, вот такой, и цвет, я прям, почти ничего не делал, это реальный цвет, вот он такой странный, какой-то зеленый окунь, не знаю, или плотва, а там больше зеленого звучат, это водоросли? да, плотва, вот там какой-то океанский, а там какие-то красивые, а, вот что интересно, это самый пик, Кидоманджаро, там 6 тысяч метров, в общем, какие-то красивые снега, а тут надо про состояние рассказать, ну вот я, например, считаю, что вода, ну вот, это, брещенская вода, она как-то информацию впитывает, а тут такая история о том, что эти снега не таяли много тысяч лет, и ты идешь рядом со снегом, который был таким же снегом, там, во времена, такие, которые в истории даже не описаны, ну, как-то вот это, ну, там еще 6 тысяч метров, там идешь, такой, как в космосе, ножки так переставляешь, девочек, ну, интересно, в общем, в горе, конечно, это вообще сродни какой-то такой, всегда, и духовной практике, то есть, это и восхождение, и там, с рукава, то есть, там, там, с тебя одновременно что-то тянет вверх и вниз, то есть, такое состояние, оно, а все ненужное, оно с тебя, как-то ты уйдешь, такой человечек, а все ненужное, плохое, оно с тебя, если у тебя воля есть, стремление, оно с тебя как-то отваливается, ну, как-то вот оно с тебя спадает, да, то есть, ты вот достаточно, если доходишь до серединки, до ветка, то уже здесь такое, такое светлое состояние, мужчины вообще, кто ходит в горы, они такие все прям, ну, прям с ними сразу можно работать, чай пить, балюете, дом строить, вот, сейчас мы будем постепенно переходить к свадебной фотографии, можно задать пару вопросов по Индии, если есть сейчас, да, а вот, когда вот в Кайласку заходили, вы специально зарядники побольше брали, как это? Да, да, вот как раз принес показать, поскольку это Apple, в город не ходит без зарядника, он заряжается, я беру вот такие, солнечные батарейки, очень удобные, можно положить, А что это производство? Ну, какой-то Китай, ну, продается веб-сторе, тут такие же, поэтому посмотрите, а для мотоаппаратов, это, запасные аккумуляторы, да, берете? Да, вы просто берете много аккумуляторов, и чем больше возьмете, тем больше вероятнее все равно, да, хотя бы 2-3-5. Я хожу с фотоаппаратом, зарядками, iPad'ом, очень удобная штука есть, у кого, я сейчас есть на более простых моделях камер, Wi-Fi, у кого нет, вставляешь такую штуку, прям SD-карту сюда, и прям смотришь, сегодня он наснимал, ночью в палатке лежишь, такая кайфушка, и тебе надо спать, завтра еще там 12 часов идти, а ты такой, блин, картинки, инстаграма нет, интернета нет, а ты такой картинки, блин, и больше такой синенький, да, но, знаешь, что снял, счастливый, такой на этой энергии, я что-то необраться. Антон, разве можно на iPad'е рафаил посмотреть? Я снимаю на 2 флэшки, там 5D Mark III, я сейчас снимаю, там 2 слота, и одна пишет в JPEG, а другая RAM, это удобно. Вообще, лучше всегда, если есть, два слота дублировать, потому что она, иногда она может следить, тогда в том, то второе. Менять, да, постоянно? Нет, не менять, там просто 2, я одновременно пишу, как удобно. Ну, менять постоянно, не знаю, я неудобно, я перешел на фотографов, а фотографов много, вообще есть? Я перешел на такие большие флешки, очень удобно, там 256 гигабайт, они вообще менять не надо, там снимаешь 25 часов подряд и в общем не трачь, потому что когда меняешь флешку, там все время что-то происходит, этот вот волшебный Алион летит над невестой. Вадим убежал, а ты дурак, ну что, перейдем к свадебной фотографии, первая картинка, она айфон, тоже на айфон, нет, она не на айфон, это свадьба, свадьба это тоже круто, свадьба, вот то вдохновение, которое я получаю в путешествиях, я переношу в свое искусство свадебной фотографии. Это свадьба одного волшебника, Илья Ларионов, он известный иллюзионист в Петербурге, там был Ларионов Илья, его очень интересно было назвать, это регистрация, и во время регистрации кольцо взлетает вверх и плавно садится на палец, и вот я видел эту бабушку, которая там регистрирует, он такая, ой, я за полукруг, правда, ну то есть, что это как свадьба, конечно, это не менее, я не отношусь к этому, просто уже много раз видел, это очень серьезное мероприятие, оно, то есть, люди, как там, при походе в городе, иногда есть какие-то преграды, это какие-то лишние волнения, то есть, вот этот опыт, который я получаю там в горах, его переношу на это искусство, это очень сильный день, то есть, не зря свадьбу отмечают там в Индии, в Китае, в Африке, во всех странах уже миллион лет, примерно, когда еду, наверное, начали готовить вместе с ним, и свадьбе сразу же, да, вот такая вот, непростой обряд. Вопрос вы знали, да, что вот это? Я знал. Вас предупредили, да? Ваша работа, подробности, вы знаете, это, если вы сферверфируете, чем больше вы знаете, тем у вас больше, да, я иногда лезу даже в организацию, то есть, отработали, это его работа, как и наша. А почему на айфон вопрос еще? Это не на айфон все. Нет, тот казах, не на айфон, я уже не знаю. А вы скоростность все туда ставите? Да, давайте вопрос чуть больше в конце, ну, нет, ну чуть побольше, что так хорошо иногда мне не забирается. А, это очень классная свадьба была, Сейшельские острова, она местная жительница, он из Германии, очень тонкий такой союз, мне кажется, такое вообще только на небесах может случиться, как это так? И там все было настолько чисто и естественно, что он как бы очень здорово. Вот такая картинка, одна из моих самых любимых, из свадебных, вот ее национальный наряд, широко закрытыми глазами. В Сейшелы вообще такие очень интересные по съемке, там вот очень мягкий, теплый свет такой, и просто глаз радуется, и потом приезжаешь, и недели три тут серый пито кажется таким ярким и сочным. А вот, а женитесь на Сейшелах? Это день, я вообще не рекомендую на Сейшелах как раз то место, когда днем, если дымка потрясающий свет. Вот он, как-то вот он весь светит. Очень любые места. А это мы купали невесту, да, учение. Это на самом деле страшный пляж, самый красивый пляж на Сейшелах, но там такая фишка, что там резко становится глубоко, и прям такая впадина, ну, мощная. И там был момент, ее даже засасывало, то есть мы там с ассистентом ее вытаскивали, это платье там такое, оно большое, вербанк, это модно, а кто знает, вот, это типа круто. А это, ну, на самом деле, дело, конечно, можно давать красиво не если в простых платьях, некрасиво не если в хороших. Это последний кадр, наверное, да, уже съемки? Да, да. Ну, я придумал, беру до, поэтому, не важно, главное, как. Так что, это хороший опыт, берите до, потом. А в России сейчас не развивается вот это движение, как вам называется, треш-ю-дрес? А, по-моему, отошло, мне кажется, такой, вот был момент, сейчас мне ничего не предлагать. Можно сюда идем, почему? А в разрешении он спрашивает, у них можно афишировать по фотографии? Да, 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 там документально все подтверждается, ну, там составляется договор, и они где-то подписывают, или не подписывают. Есть какие-то тайные свадьбы, хотя в них обычно нечего укладывать. Вот, это мы классно ездили в Исландию. Исландия, конечно, потрясающее место. Там четыре стихи сразу, там огонь, это вулкан. Польфлея, пуль. Польфлея, пуль. Ну, и не важно. В общем, там вулкан, он недавно извергался, и периодически извергается, вообще нормальная тема, там все-таки, ну, опять извержение. И засыпает весь остров пепел. На пепле вырастает мох, и прям картинка получается, ну, невероятная. Там такие пейзажи, там водопады, и все это вместе. Ребята, вот, молодцы, конечно. Тут прям, я-то в гидрокостюме. Они под наведенным, вообще, вот там вот за водопадом стоят, блин, да. В горе это одевайте стекло, опытные, потушительные. Вот такая красивая там стихия. Пляж потрясающий. В общем, напряженный ветер, метров, наверное, не знаю, 30 в секунду. И поднимается мелкая галька, такая, и летит, как пуля. Видите, там у меня даже фильтр, у меня была трещина. То есть, такая... В общем, условия дикие, но красиво, мощно, прям. Это классный мок. Ну, уже иногда и так хорошо, лапс-стори такая. Я все ждет. А вон он сидит, Марсин. Вот. Спасибо. И в кафешку потом. Ну, то есть, это... И там есть голубая лагуна такая. Там девчонки... В общем, можно свадебные путешествия поехать. Все классно. Видите, Юля. Валентина. Хорошочек, ухотите, тра-та-та, а вы откуда вы из России? Причем... А это было как раз перед Тибетом, где с собой приборные вещи. У британцев такая фишка, они не включают ночью в домах отопление, экономят. И короче... Видите такие сары фильмы, где они в шапочках сидят? Я думаю, с какого они в шапочках там? А там прям реально, ну, как для ванжара. Видишь такое, я эти горные вещи себе там и одевал, пока спал. Очень удобно. Про съемки на рассвете. Естественно, на таких местах, как Париж, Лондон, Петербург. Чтобы сфотографировать все и без людей, а еще и с классным туманчиком и фактурно, надо выходить в 5 утра. Тут я жестко мотивирую клиентов. Я говорю, что вот хотите таких картинок, пошли. И вот 9 из тестил у меня идут. Остальные просто меня не брать. Очень красивые. Да, конечно. Ну, Лондон, он вообще туманный, как Петербург. Он красивый такой. Все цену этот мост, чтобы был в Лондоне, что там всегда миллион человек. Это месяц с май. Ну, это нереально в любой месяц. Там всегда есть люди. Хотя вот на дворцовой, я часто выхожу на дворцовой, у вас такого не было, а там никого нет. Вообще, если легкий двортик, там реально никого нет. Один Петр стоит там. Привет. Я всегда очень внимательно работаю с платьем со спины. Это такая творческая фишечка. Дизайнеры очень мучились, чтобы сделать платье со спины. Многие свадебные фотографы этого мало делают. На самом деле, надо очень стараться проработать спину. Там, в общем, картинки сильные. И место любят очень. Вот, классно. Ааа. Больше классно. Снимай. Трэбл фотографии, все равно она, как бы, гораздо очень, очень сильно хорошо заряжает пару, потому что, когда мы попадаем, опять же, в эту новую среду, к этой вот точке возвращается там в круги. Конечно, у людей как-то и радости, больше эмоций, больше. В общем, выездные съемки – это здорово. А фотографы мотивируете своих пар, говорите, что поеду за еду – мы поехали. Ааа. Вот это, в принципе, нормально. Сейчас все расскажу. Это вот ребята из Москвы приезжали в Петербург. Одна из моих популярных картинах очень. Тут не свет, а тень красивая. Там они еду на носке. Да, у них выездная съемка. У них выездная съемка в Петербурге, они платье несут. А это вокзалы? Да, они с Апсана только что вышли. Прям вот живой репортажный кадр. Я их с ними даже не поздоровался. Даже еще ни разу не виделся. Залипли. Я их тут не делал. А на чё сфотками? Тогда у меня была какая-то КНМ-камера. А почему народу нет с поезда? Кого нет? Ну, на поезда. Они с последней выходили. С долгой дорогой. Они с долгой дорогой. Они с долгой дорогой выходили в этом с Апсане. Я уже... Не, ну, народ там есть, его просто раздумывается. А с какого с Апсанем сейчас снимаешься? С Сударискатый объектив. А, это очень классный кадр. Мы очень интересно снимали. Было очень здорово. Я взял такую стеклянную крышку от стола. В общем, значит, вот мы с Максимом снимали. Держал крышку Макс передо мной. Я через крышку прятался, и она меня льдом кидалась. Ой, было классно. Да, много рублей там, чтоб пять было, а объектив не разбит. Это универска, правда? Да. Здорово. А вот это прекрасный город Сингапур. Это удивительно. Просто, вот мы видели с вами Азию, Британию, а это такой микс. То есть, там бизнес по феншую, доллары, ну, сингапурские. В общем, ну, город потрясающий. Просто невероятный там, с точки зрения бизнеса, мне кажется, спичку чиркнем, и прям все начнет... Вот все, любой проект там загорится и реализуется. Это на свадьбе был Клуни. Очень модная такая была свадьбка. А, это их маркетплейс. Город Сингапур, он возник за буквально там последние триста лет в таком красивом виде. И это, на этом месте был старый рынок. Там различные еды, и туда все ходят поесть какие-то местные ясно. Вообще, Сингапур такой ресторанный город, многие ездят туда прямо покушать. Кстати, когда я вот смотрю, помню, я даже включал этот экранчик, чтобы не смотреть картинки, когда снимаешь, потому что пока смотришь, это картинки-то, картинки-то орел-то летит. Ну, это у меня привычка с пленочной фотографией еще. Не смотреть картинки. Потом иногда, думаю, жалеешь, что с экспозицией не попал. Вот это вечером город, конечно, напитающий просто. В принципе, туда, если вы когда-нибудь поедете в Таиланд, из Таиланда можно достаточно недорого добраться туда, буквально там тысяча восемь рублей билет взять. Но там придется питаться, если экономный трип, то придется питаться водой, потому что прям не супер жарко. Вот. Дальше что? Красивый снегопурчик. Свадебка. Петербург на утренний свет, на расцвете. Красивый. А где-то именно? Ну, это WLT. А в Петербурге рядом с казахстями. Сахис. Сахис. Это где-то. Санторини. В Санторини вообще, конечно, место... Кто-нибудь был на Санторини? Ну, в общем, там красиво. Там красиво. Там тоже много стихий. Там отражатели, естественно. Там отражатели, естественно. Самые красивые заказные регистрации, они проходят обычно, на мой взгляд, там. Место недоровое, красивое. Греция вообще, она нам родная, там все православные. Ну, как-то вообще... Я собираюсь в ближайшие годы на Афон сходить. Ну, кажется, там интересно будет. Может быть, так можно плавно к вопросам перейти, пока ли ставятся свадебные картинки. Давайте вопросы-то задаем. А кто оплачивает? На дорогу все это когда вас приглашают? Ну, да. Спасибо. Да? Скажите про режим съемок в разные виды? Когда погода разная, димит и так далее. Ну, про световые условия. Там у меня было заявлено на световые условия. Так, а уточните, пожалуйста, вопрос режима съемок. Ну, когда, скажем, у них там есть дверцы бумаг, когда тара, когда снег роса и так далее. Ну, я всегда говорил, тут все просто. Ну, подробнее так можно. Уже на декорации. Фондрация – это плюсить и минусить, и осознать, когда нужно плюсить экспозицию и минусить. Это основная работа фотографа. Когда фотограф научился плюсить и минусить, все, он сложился, можно снимать на плен. Лучше это учиться на пленку и потом осознавать, что ты испортил пленку. Потому что не спился. Есть простые примеры. Ну, в общем, это подробнее можно вот на персональных курсах. Вот. Ответил? Хорошо. Спасибо. Еще вопросы? Можно вопросы? Да. По поводу техники. То есть, в странах, когда выезжаете восточные, азиатские. Как это делать? Еще раз. По поводу защиты своего имущества, когда выезжаете в бедные страны, чтобы не сперли технику. Ну, тут психологический отсек простой. Если ты к миру с любовью, то и он к тебе с любовью. А так прятать надо как следует. Есть такие рюкзаки, они закрываются из музрей. Да. У спины. И делают фирмы. Не покупайте рюкзаки, которые открываются снаружи. У вас не будет камеры просто. Это быстрые блестяшки такие, типа вот такого шарика или бусы. Если нету света, вы работаете просто. Я вообще не люблю вот эти все стучки. Потому что на них пока не поставишь время, нравится. А свадьба процесс динамичный и можно всегда подстроить светильники, которые есть в реальности. Можно подразить и поработать с доступным светом. Со светом, ну, самое простое, когда есть окно, вы работаете с окном. Вот пример как раз работы с окном. Вот боковой свет очень красивый. Очень красиво прорисовываются вот эти моменты. Прорисовываются вот эти моменты красиво. Такой свет. Если я захожу, там сборы обычно начинаю снимать. То есть если вот вы это окно, то я вот невесту сажаю перед окном. Она вот здесь ко мне лицом сидит. Вот, например, литерые портреты, я снимаю прямо вот лицо. И получается ровный такой студийный свет. В общем, работа с доступным светом. Один источник, который нам дал его, он мир. Он самый красивый, на мой взгляд. Просто надо уметь с ним работать с доступным светом. Но, опять же, работаете в светлое время суток. Петербург. Ну, естественно, если вы едете на свадьбу в Париж, надо снимать пионы, ехелевую башню. Если вы едете в Петербург, надо снимать петропавловку, медведя. Ну, если вы с американцами, американцы к вам приехали в Петербург, надо попрекаловаться и снять что-то такое. Я лёг, я лежу на земле, и так шириком снимаю вверх. Очень интересно получилось. Это ехелевую башню в 5 утра. Доблестные ребята встали, и никого под ней нет, кто был. Там днём такой лес, этих палок с айфонов. Прям стоишь и думаешь, Боже, ты на Ису. Интересная такая штука. Красивый свет. Летом, а вот условия там, где... Ну, такой и в Петербурге бывает. Ну, в порядке там с парой такой свет дневной, да? И тогда вы встретитесь в стене каких-то деревьев, и такой красивый, мягкий, разряжённый свет. А можно вопрос на лицо, потому что... А над ним нужно подержать рассеивание. Над лицом. А здесь нет. Здесь попрасить вот так попал свет. Просто больше дублей идёт. Работает. Вообще, у меня на съёмках такая атмосфера вот такая... 18 часов подряд. Ну, ребята, вот терпят. Конечно. Да, есть такая... Ну, раз уж мы к бизнесу перешли, путешественники, пока... Мы... Лен должен заплатить побольше, тогда он будет проводить. Ну, у меня один из моих преподавателей, Сергей Максим Мишин. Я когда-то учился на футбесах всех фотокринсполнентов. Такая есть в Петербурге организация. Помимо моих курсов. Но она более классическая, там как более классические, хорошие люди. И... Он мне правил такое слово, что бедный фотограф чьему? Это человек, который не денет на свои проекты. Вот. Хотя все знают, что фотографы живут обычной жизнью. Живут там... В одну штуку поплачивать за машину и так далее. Но мы в путешествиях ездим. Стараются фотографы все ездить. И это вдохновение. Это целая такая... Жизнь. Так что... Ну, не знаю. Вопросы задавайте. Вопрос в чем? Как искать клиентов за рубежом? Как искать клиентов за рубежом? Сначала ты едешь... Сначала ты едешь... Говоришь ребятам, что я поеду за еду. Потом... Ребят еще нет потом. Ребят еще вообще нет. Тогда ты просто туда едешь и там снимаешь. Потом ты покажешь картинки оттуда и говоришь, что я поеду за еду. Едешь 20 раз за еду. Потом... Быстрее. Быстрее. Ну... Не знаю. Большая палочка. Можно, наверное, снять мадлону, подловить. Не знаю. Вообще, в моей жизни у меня все дается трудом. И фотографии у всех моих коллег, которые давно работают, обычно тоже трудом. Поэтому... Быстрых способов... Прошу. А кто покупает фотографии для кунала? Где? Очень вероятно, что это что-то хорошее. А... Вас сами найдут. Вы творите. Когда вас находят сами... Вот меня, например, Рестор сейчас нашел, я вам достаю. А... А... То есть, ну... Вы когда проявляетесь как художник, люди к этому тянут, это чувствуют на всех уровнях. И... Ну... Искусство само себя продает. У меня вот тут вдруг художник сделал такую штуку, разрисовал утюги. Старые такие, помните? Ну, у бабушки были утюги. Я захожу к нему, и глаз оторвать не могу, и понимаю, что хочу. А... И вот, как этот утюг сам себя продает. Ему... Он даже его не выставлял, я просто к нему пришел. Ну, вот... Так же искусство. Вы когда красивую картинку снимете, она как из себя... Ценителя. То есть, творчество становится искусством, когда у него есть зритель. А зритель ее каким-то образом... Ну, в моей жизни он всегда ее находит. Ну, как бы ты ее не прятал. А где картина ваших делов? Нет? В этой тревел фотографии, да, мы хотели импортить желудок несколько раз. А... Ну, так глобально... National Geographic пока нет. Вот это нет. Молчит. Молчит, да. Ну, сейчас это да, со списка будет. Ну, там обычно как? Там тревел фотографии... В принципе... Зарабатывать тревел фотографии сложно. То есть, чтобы покупать путешествие, телефон, тибет... Ну, это сложно. То есть... Вот мой путь — это подпитывание искусства, которое я не менее люблю. Я готов снимать свадьбу. Если я буду вдруг миллионером за счет какого-нибудь бизнеса, то все равно буду снимать с удовольствием и радостным. Но... Одно-другое подпитывание — лучше совмещать какую-то промежуство с путешествием. А потом постепенно, я думаю, я надеюсь, что... Зритель найдется. Мировому. В Швейцарии хорошо, у меня картины, потому что все равно продаются на выставках. Там... Вообще в другом, там у меня ближайшие друзья фотографии Швейцарии, им платят за то, что они создают в каком-то союзе художник, мы платим там тысяч по 5 евро за зарплату просто, вот они там что-то приносят, пленочные картины. У нас по-другому, у нас все через труд, ну и хорошо, хоть как-то бегаем, живем, развиваемся. Но они при этом как бы вот... Они... Я вот смотрю за их искусством, но они как-то медленно развиваются, и там... Вот сейчас я летал на встречу с агентством Швейцарии, и... Ну нет у них нормальных, абсолютных подобных. Как-то там, два-три со стороны лекарства. Вот. Конечно, у меня так. Я стараюсь. Причем, ну не сначала, всегда стараюсь, будь то клиент, студент, который ко мне пришел там на 5 часов, или там аллигатор. Аллигатор. Нарол свой. Все люди одинаковые, для всех свадьба это самый важный момент в жизни. И потом, ты через 10 лет смотришь в глаза клиенту и понимаешь, что ты... Я всегда это помню, когда я снимаю, что ты слажал деньги. А ты такой, слушай, такой ему потом даришь. Что делать в этой ситуации? Я вроде бы не лажал, но все швейки. Мне кажется, в этой части могут стать назад. Клиентский ловской подарок, что ли. Да. Еще вопросы. Как люди, честно, снимаешь? То есть, ты договариваешься с ними, платишь или просто пытаешься? В плане Азии это улыбки. Ты там приходишь и улыбаешься, они тебе улыбаются. Я просто в Азии, да, я знаю. А в Европе это прям, они как-то занимаются и сразу смотрят только на камеру. Это тоже психологический процесс. Ты просто открываешься людям, и они тоже тебе открываются. Это для русского человека сложно. Я вообще, когда тоже в Азию приезжаю, он такой хмурной, и когда приезжаю в Азию, и они мне все время первую неделю спрашивают, «У вас что-то болит?» Один раз мы летели с Сургутом, он летел первый раз через Москву в Сургут. И какие суровые лица были вокруг Сургута. Говорят, что происходит? Что с людях с лицами? Что происходит? А, там была пересадочка какая-то, вот в Сургуте тоже что-то летел. Ну, в общем, до Москвы еще нормально. Мы испытывали так, ну, нормальные Сургутки наши лица. Ну, такая жизнь. Мне слышали, что Антон мой Павел, что происходит вообще? Что с ними с лицами? Ничего себе. Да, ну, надо стараться сердечность какую-то открывать. Какие-то там, вот в Индии мне рассказывали, что вот как раз в России у нас через какое-то короткое время начинается рассвет и мы будем такие светлые все и добрые люди. Так что будем развиваться. Будущее для детей. Противоярчивый кадр. Есть даже идея преддетскую детскую фотошколу. Это ее ребенок, да? Да, ее ребенок. Единственное. Какие-то мне прошли? Ну, а с полоской-то я правильный вопрос беру? Нет. 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 Я не знаю. Молосок. Так, я понял. Я даже у меня была идея юридить, потому что сейчас вы с мальчиками в горы отделились. А с тюрьминем пытались к вашей знакомой ехать тоже так. Вот еще вопрос. Реально самому тащить технику, либо проще нанимать? Нанимать всегда проще? Ну я технику никогда не депортеры, они кидают вашу технику. Все с собой. Хранение техники, когда климат очень морской, когда металл на отъезде за двеньки, чтобы и циркал пустил. Я тут аппарат продаю. Ну, в общем, никак. Боксы есть, но это неудобно, бесполезно. В общем, просто приезжаешь, выкидываешь. Ну, продаешь. С морозом все в порядке, с морозом работают. И даже первые камеры, там какие-то у меня были, Canon 1D, что-то там, сколько это? И в теплую погоду все время там снимаешь, он говорит, busy. С морозом все что угодно. Айфон садится, но вот с этой штукой сходите в кармане, если у вас. Айфоны реально садятся. Ничего не садилось. Поэтому берите пленочную камеру. Плёночные вообще могут снимать минус 7. Так, ещё один вопрос. Ну, давайте пообщаемся. Как дела? А вы с Петербурга? Я с Петербурга. А сколько вам лет? Как погода? Как день прошёл в работе? Вы снимаете в дождливую погоду? Я снимаю в дождливую погоду, но если вы про свадебную фотографию или вообще? Вообще. А, да, про свадебную, кстати, вот эту очень... Про свадебную я не снимаю в дождливую погоду, мы ищем помещение всегда. Есть второй вариант, где свадебный, есть второй вариант, вторая схема, которая предлагается на дождливую погоду. Дорогие платья тоже в России нельзя. В Европе можно там не почувствовать. У нас пока по третьей глядке. Хотя это зимой здорово, да, не посыпают солью. Спасибо. Если правительство услышит меня, спасибо! Так. Очень красиво просто фотографируешь, чтобы в улицах делать. Какой техникой лучше снимать в блоге-спорт? Когда на серфе кратишься, чтобы было четкой фотографии другие? Спорт снимают буквально не до единицы быстрые, но не к ней. Уже есть там DTX, я на конец снимаю. На Apple снимать. Снимайте на Apple. Покупайте в рестор. Так. А вот путешествие всегда со своим фотоаппаратом ходит? Или он все-таки... Я же говорю иногда с iPhone'ом. Чаще всего в самой хорошей ситуации с iPhone'ом оказываешься и... Ну, в принципе, это тяжело, это вообще иллюзия, потому что по-другому смотрится с аппаратом. На самом деле, по-другому сейчас еще с iPhone. И надеет, что у меня кто-то будет? Ну, я не знаю, снимаю нормально, на самом деле надо научиться снимать. Вот там есть приложения типа Snap-seed, разные обработчики. Мне там в журнал брали, распечатали какие-то оттенки. Все шикарно. Вот с iPhone'ом там 5-го, 6-го вообще. Трудно от Canon. Он еще как средний формат, если квадратик снимать. Вообще, на самом деле, инструмент — это просто форма. Все это не так важно. Вы можете ходить с физичным коробком. Я когда-то учился, есть такой петербургский фоторг в Китае. В Петропавловске у меня были курсы, где-то там 12 назад еще. И они вообще без фотоаппарата снимали, они просто на пленку снимали в темноте. Даже без спичечного коробка, просто вот на пленку. Поэтому форма... Не должна быть форма ограничения. Я не знаю, как это. Свадьба бывает. Мы будем играть в свадьбу, когда накопим миллион. В самом деле, надо было сначала сыграть свадьбу, а потом миллион сыграть. Вот. А ты ёжишься перед съемками? Вы говорите, ёжишься. Ёжишься в плане йоги? В плане их страшно, да. Вот здесь сегодня шоу, у меня был стресс. У меня... Я не знаю, это жена. Она преподаватель йоги, и она говорит, что у меня сейчас йога делает. Вот. Я стараюсь йогиться. Но иногда пилотник. Вообще, спорт — это хорошо, конечно, чем если ты активно... Вообще, если в любой... Лучше, конечно, с утра как-то помолиться. Мне вот там, бывает, с Максимом зайдем в храм, свечку поставить. Потом как-то вся съемка заходит хорошо. То есть, утренняя настройка, она идёт на весь день. Это нормально. Ешьте кашку утром, поступайте мудро. А вот ещё, с вами на фотографии идёт процесс, и что-то пошло не так. Вы не говорите это, и как-то скрываете, или говорите, вот, ребята, что-то пошло. Узнаёт какие-то... Такая оплосы с помощью. Может быть, по-русски? Я себя со стороны не вижу, но... Я вообще суровый. Это, наверное, и закон бывает. Ну, результат... Я знаю, как варный результат. Ну, можно сказать. Тонкие моменты. Ну, хороший вопрос. Спасибо. Ну, вообще, какие-то вот человеческие отношения... Какой же клиент, я его и не воспринимаю никогда как клиент. Я иду на свадьбу, у меня есть ответственность. Я один из тех, кто делает это мероприятие, да. Я не готов себя всё сорвать. Ну, бывает плохо. Бывает что-то вроде как. Ну, самопожертвование, ну, всё возвращается. Ну, нормальная человеческая ситуация. Православные традиции есть, правда. Все себя восстают, а потом всё хорошо. Да. Вопрос того же характера. Ну, сколько времени проводишь перед съёмками, непосредственно перед свадьбой? Встречи, ну... Устроить как можно больше. То есть, раза три-четыре чайку попить как следует. Встречать с кафешком. Для раскрепощения? Да. Да, очень важно, особенно с мужчинами. Я вот как мужчина, вот мне, на самом деле, вот девушка фотографирует, мне я её стесняюсь. Ну, правда, вот у меня... Вот, мужчинам вообще сложнее, с ними надо работать. Девочки всегда, для девочек свадьба – это очень тонкий процесс, очень... В детстве там прорабатываются эти... Ими не взрослые, не взрослые. А для мальчиков – это шоу. И вот работа с мужчиной, да, мне вот всегда... И всегда мне обязательно условия, чтобы приходили именно с женихом. Потому что, как бы, работаешь ты с парой, и, не дай бог, придёт одна невеста – это просто потрогание. А были такие пары, да... Идейно было не так, а им не надо с вами? Были, конечно. Но люди разные, но всё равно. А когда все не работают? Потому что работают... Работают больше с невестой. Общаются. Ну, это на обычных человеческих отношениях. И не готовы. Долгосрочно все бизнес... Все те, кто в моём поле были и работали в каком-то сухом бизнес-процессу, они как-то чё-то куда-то уже пробали, из-за того, что я не знаю, с какой-то ремонт. А как конкретно вы с женихами работаете, чтобы они больше распрепощались? Часть, чтобы в баре ухожу. Таким образом. Да? Поговори петку. Разговариваешь. Ну, без чая и бани сложно, я согласен. Без бутылки, без бутылки сложно. Да. Ну, долго-не-бутылка, но если как-то подружиться, оно всегда можно среди мужчин. Тогда я не знаю. Потом со всеми дружишь, что-то там общаюсь на какой-то прочее, что-то новое. Я вот недавно начал йогу с борьбой совмещать. Вообще-то я сказал, я схожу. Прорекламирую классный клуб «Скомфайтник и Драгнас». Классный тренер в Бразилии. Учительный бразильский мой парень. Дальше. Антон, по поводу обработки фотографий. Расскажи свой опыт. Какой софт у тебя страниц? У нас софт… Исходники, то есть… Ну, конечно же, где-то ребенок. Не хотел рассказывать. Кто-то в истории мне к тему поставит. Все просто. Все как у всех. Работаю в Lightroom с RAW файлами. И кидаю в Photoshop и обратно в TIF. Ну, в общем, обработка. Как это работает? А по поводу хранения? То есть… Хранение. Четко. Всегда пришел со свадьбы. Сделал три копии. Жил географически. Одну отнес другу, другую отнес себе. Третью зарыл в векро. Другую отправил на облако, в космос. В общем, вот это самое страшное. Для меня страшный словом фотографа, если я бы потерял все. Ничего не терял, но не дай бог. А путешествия всех хранишь или, допустим, за последний год только? Храни все. У меня там полка, этих винтейстеров по пять дробаней. Ну, фотографии… А хранение именно в папочках или есть все-таки такое специализированное? Что в том же Lightroom? По названиям, по актерам? Я только папочкам храню. Только в папочках по датам. По годам по датам. Ну, я структурирую, но нет, где порядок. То есть, в плане работы. А ZRAWOPTIC это? Выбираем ассистент из грязной машины. Скажите, ZRAWOPTIC переводите? Что-что? ZRAWOPTIC переводите? Сохраняете? Нет, JPEG. Ну, я ZRAWOPTIC тоже сохраняю и XMP. XMP сохраняешь, если что. Ну, я заметил, что, на самом деле, раз в пять лет можно все фотографии переделывать вообще. То есть, как-то и формат меняется, и… Поэтому… Прабо хранит логично. Ну, ладно, вам сейчас. Не так долго все стоит. Так, вопрос еще. А еще вот вопрос. Вы где-то идете, и там кто-то говорит, сфоткай меня, вы фоткаете, и он говорит, ну, скинь мне фотографии или что-то. Как мне в этот штат выходит? Скинь. Ну, эти точки. И мы кинуем бумаги. А потом, что бы не скинуть, я так раз сфотографировал, а потом свадьбу не скинул. Да. А доверяешь кому-то обрабатывать? Да, у меня есть помощники, которые… Я контролирую отбор полностью, а типично обработкой лиц и так далее занимаюсь, ну, поможем. Нормально. И где-то там? И где-то ставим вместе, вот я тогда… Ну, это нормально, просто клиент не должен ждать там 7 месяцев. Ну, контролирую… А сколько сроки? Да. Отдача сроки? Срок. У меня вот 10 дней до нескольких месяцев. Ну, за 3 месяца в последний год не ухаживаю. Изначально там до 6 доходил, но это было печально сейчас. Сейчас вот в чёрстве, ну, потом… Хороша ложка… Мне бабушка сказала, говорит, ты сколько фотографий отдаёшь? Я говорю, бабуля тогда в 6… Ну, нет, тогда я изменил. Бабуля, говорю, полгода. Говорит, а ты чё, нам первый день отдали. Потом я понял, говорит, я там, говорит, хороша ложка к обеду. Я вот с тех пор пытаюсь устроить, пожалуйста. Ну, как вообще, если не лениться даже самому, ты просто летом сидишь и работаешь быстро. Сейчас вообще такое время, можно в копешке обрабатывать. Где они на машине? Нет проблем вообще. Я в самолёте пока лечу со свадьбой, я уже всё добрал. А процесс отбора лучше? Я боюсь самолётов немножко, хотя у меня будет по 65 лётов в год, но я их страшно боюсь, и мне там… Я когда обрабатываю, скажем, мелкая моторика. Процесс отбора фотографий? Почему? Я выбираю лучше. Ну, в плане, в Lightroom флагами выбираю. Прямо в Lightroom. Это удобно. А пресеты в каждой съёмке разные или какие-то стандартные? Да. Говорить не могу. Отлично. Можно вопрос. А пресеты… Мне трудоится сделать пресеты для того, чтобы сделать их на всю съёмку. Нет таких задач. Всё-таки у меня такой чуть выше среднего и не так уж много. Не свадьба на свадьбу. Мы успеваем всё внимательно и отдельно прорабатывать. Трудно сделать пресет под все условия. К тому же, когда работаешь с естественным светом, который на одном кадре такой, но в другом такой же. Пресеты — это такая штука, когда ты в Lightroom, например, снимаешь в студии с одним и тем же светом, и у тебя есть такая готовая сделать красиво. И там все настройки. Потом их чуть-чуть поднастраиваешь, ну быстро. Кто массово снимает, те так делают. У меня есть парочка брюзетов, типа ЧВшки в первом дворце. — Скажи, заведуешь, там, в комментариях, все парляки были? Да. Ну, это нормально. Ну, мы сейчас пытаемся сохранить по будней естественности. Ну, даже пленку, вот эта пленка — с Light вообще. Она будет всё равно. Её так немножко чуть-чуть чуть-чуть. Да, и там где-то из стали можно поработать. Будет нормально — свадьба. Ну, как бы. Все хотят видеть себя идеально. Даже в Travel фотографии надо было. Между поправлю. Сейчас есть возможности. Почему мы всём это не используем? Можно, конечно, построить концепт о том, что мы снимаем из обработки. Это будет экономически невыгодно, но я вот сторонний такого классического действия из обработки. И ещё вопросы? Ну, давайте. Перезаканчиваем. Ну что, тогда вопросов нет. Тогда всё. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо.